В Казахстане ужесточили наказание за создание и рекламу финпирамид. За последнее теперь грозит не только солидный штраф, но и реальное тюремное заключение до 7 лет. Глава государства подписал закон. Ранее депутаты отмечали, что после внесения поправок в Уголовный кодекс лидеры общественного мнения будут более осмотрительны и ответственны при агитации разных финансовых продуктов. Только в прошлом году пострадавшими официально признали 31 тысячу человек. Им нанесен ущерб в размере 54 миллиардов тенге. С начала этого года обмануты больше 17 тысяч казахстанцев. Евросоюз поможет Казахстану вернуть незаконно выведенные за рубеж активы. Готовность высказала спецпредставитель по Центральной Азии в ходе встречи с главой нашего антикора. Терри Хакал и Олжас Бегтенов обсудили введение законодательной ответственности за незаконное обогащение, а также всеобщее декларирование доходов и расходов. Помимо этого обсуждались и вопросы защиты бизнеса. Делегатам представили концепцию антикоррупционной политики агентства до 2026 года, а также промежуточные итоги расследования январьских событий. Завершено следствие по 171 делу, еще по 177 оно продолжается. Расследование идет в строгом соответствии с требованиями истамбульского протокола, отметил Бегтенов. Неплановую проверку после ЧП на заводе минеральных удобрений компании «Казфосфат» проведут экологи. Сообщается, что цех, где вышло из строя оборудование, уже работает в штатном режиме, как и сам завод. Но это не первое происшествие на предприятии. В прошлом месяце там произошло сразу две трагедии. Погибли трое рабочих. Туман, который почти сутки назад накрыл некоторую часть Тараза, не на шутку перепугал жителей. Люди почувствовали неприятный едкий запах. А те, кто живет на окраине города по соседству с заводом минеральных удобрений, заметили воздушные массы, исходящие от предприятия. Тем не менее, несмотря на жалобы в соцсетях, в управлении здравоохранения сообщили, что обращений в медучреждения не было. Как оказалось, с завода произошли выбросы оксидов серы, то есть загрязняющих веществ отходящего газа. Выброс произошел по оксидам серы, потому что специфика серно-кислотного цеха. Мы плавим серу, далее образуются оксиды серы, и этот оксид серы мы улавливаем на своих очистных сооружениях. Сделали свои замеры мониторинговые совместно с департаментом экологии по определению диоксида серы, фтористового водорода, оксида углерода, оксидов азота. Превышения по данным концентрациям, предельно допустимых концентраций, не обнаружены. Выбросы завода, которые продолжались в течение 15 минут, произошли из-за выхода из строя моногидратного насоса-абсорбера в серно-кислотном цехе. Из-за этого экстренно остановили производство цеха на 5 часов. Работники предприятия отметили, что в апреле этого года там провели капремонт, и все оборудование прошло техническую диагностику. Соответственно, насос был исправным. Первую ступень очистки, основной абсорбер работал в штатном режиме, хочу сказать. А вот как раз-таки на втором абсорбере, это санитарная абсорбция, вот как раз-таки нам вышел он из строя. Первый абсорбер, он улавливает основные загрязняющиеся до 99%. Вот этот 1% как раз-таки, он не уловился на втором абсорбере. Заменили насос на резервный, на этот случай мы имеем резервный насос. Этот насос сейчас у нас находится на техническом обследовании. Так, в цеху у нас работает 109 человек, пострадавших не было. Все нормально, цех работает в штатном режиме. Потерь по производству не было. На месте ЧАЭС побывали экологи профильного департамента и провели замеры атмосферного воздуха. Замеряли такие вещества, как втористый водород, аммиак, сероводород, СО2. Превышение нами было обнаружено по втористому водороду. Также мы замерили санитарно-защитную зону с поселком Шайкурок. Выехали на завод, но серно-кислотный цех уже был остановлен, поэтому превышение там не показало. В настоящее время в департаменте экологии готовятся материалы для открытия внеплановой проверки. В первую очередь это будет административный штраф при выявлении нарушения экологического законодательства, вплоть до приостановки определенных участков. Внеплановую проверку проведут на всем заводе минеральных удобрений. Предприятия проверят на предмет выброса загрязняющих веществ и что исходит от цеха, где произошел инцидент. К слову, информацию о задержании с сотрудниками КНБ генерального директора ТОКОСФОСФАТ, которая накануне появилась в соцсетях, сотрудники завода опровергли. Руководитель находится на своем рабочем месте. Анастасия Сулейманова, Бахажамбапаев, Тарас, Хабар, 24. В Алматы 17 детей экстренно доставили в больницу после травли насекомых в одной из гостиниц города. При поступлении у детей были жалобы на тошноту и слабость. После осмотра четверых госпитализировали. В Алматы дети прибыли из Павлодара для участия в спортивных соревнованиях. В данный момент у нас находится четверо детей с отравлениями, остро-ингаляционное отравление инцидентами. И на сегодня состояние средней степени тяжести лечения получают по протоколу. Самочувствие, можно сказать, уже не страдает. Лечение продолжено. В североказахстанской области ажиотаж на угольных тупиках. Жители выстраиваются в очереди за твердым топливом, чтобы заблаговременно подготовиться к холодам. В прошлом отопительном сезоне в регионе столкнулись с дефицитом угля и перебоями в его поставках. Подробности в репортаже Нургуль Ахметовой. Шубар-Кульский уголь Растись черным золотом заранее. Люди вот зиму, прошлую, настрадались, увидели. Сейчас все хотят в первую очередь. И все хотят, даже не смотрят на качество угля, ничего. Но и летом уголь на тупиках бывает не всегда, говорят водители. Отсюда и ажиотаж, и очереди. Пугает и предстоящее повышение цены на топливо. Сейчас тонна Шубар-Кульского стоит 14 800 тенге. Но уже предупредили, к осени будет дороже. Вот начало лета было хорошо, угля было навалом. А потом на два месяца его как-то прекратили. И все. А сейчас опять вот далее. А сейчас сами видите, какая обстановка. В этом году потребность угля увеличилась на 10 тысяч тонн. Если прошлый год составлял 60 тысяч тонн, в этом году уже 70. На трех точках реализуется. В основном жители приобретают уголь Шубар-Кульский. Пока цена не изменилась, но в осенний период ожидается поднятие цен. Потребность угля для нужд населения региона составляет около 400 тысяч тонн, отмечают в Акимате. Ежедневно только на один из тупиков привозят по 10 вагонов. Жители призывают заранее запастись твердым топливом, чтобы избежать ажиотажа в разгар отопительного сезона. О событиях в мире. Соединенные Штаты Америки и ряд европейских стран столкнулись с энергетическим кризисом. Чтобы не допустить коллапса, региональные власти просят население экономнее расходовать электроэнергию. В частности, ограничить или вовсе отказаться от использования систем охлаждения воздуха. Что в такую жару становится задачей едва ли выполнимой. Нехватку электричества объясняют сбоями на энергетических рынках из-за конфликта в Украине. В Испании четвертый месяц подряд растут цены на электроэнергию. За год она подорожала в общей сложности на 212%, побив исторический рекорд. Одна из основных причин – высокая стоимость газа. Десятки спортивных центров Барселоны не могут покрыть расходы. С просьбой выделить субсидии они обратились в городскую мэрию. Чтобы хоть как-то снизить затраты, им приходится снижать температуру воды в бассейнах и ограничивать использование кондиционера в залах. Стоимость услуг в спортивных и фитнес-центрах резко увеличилась. Это все из-за высоких затрат на электроэнергию. Я также заметила, что продукты питания подорожали вдвое. Мы находимся в сложной ситуации. В городе жарко, жители активно пользуются кондиционерами. Цены меняются каждый час, а не сутки. От энергетического кризиса страдают и в США. От кардинальных мер, в том числе веерных отключений, власти пока отказываются. Вместо этого жители и владельцев предприятий Техаса попросили максимально экономить ресурсы. В резерве осталось больше 3,5 тысячи мегаватт электроэнергии. Этого хватит, чтобы обеспечить три четверти миллиона домов. Основная часть штатов является частью больших региональных энергосистем. Поэтому, к примеру, в Аклахоме или Луизиане при нехватке электроэнергии ее импортируют из соседних регионов, а при избытке она идет на экспорт. Но наша энергосистема изолирована, поэтому в случае необходимости мы не можем просить помощи у других. Удорожанием электроэнергии более чем на 30% ознаменовалось это лето и в странах Прибалтики. В Литве в июне ее стоимость выросла на 35%, в Латвии на 33%. В Азербайджане ближайшие дни может подорожать бензин марки АИ-95. Такие прогнозы эксперты связывают с текущей ситуацией на рынках топлива многих европейских стран, которые уже столкнулись с ростом цен на основные виды бензина. В самом Азербайджане АИ-95 не производят. И еще о событиях в мире. Рекордное падение европейской валюты. Пара евро-доллар торгуется один к одному впервые за 20 лет. Издание Reuters связывает ситуацию с остановкой Северного потока-1. Напомню, днем ранее Россия приостановила по нему поставки газа. Сообщается, что пауза связана с ремонтными работами. Страны ЕС восприняли это как чрезвычайную ситуацию. Отмечу, евро-официальная валюта 19 государств. В свою очередь, доллар укрепляется на фоне жесткой политики Федеральной резервной системы США в борьбе с инфляцией. Это уже привело к девальвации иных резервных валют, не только евро, но также иены и фунта стерлингов. Тем временем Национальный банк Казахстана сохранит базовую ставку на уровне 14%. Таким образом, регулятор надеется замедлить темпы роста цен в стране. По словам главы Нацбанка Галмжана Перматова, инфляция ускорилась на фоне обострения геополитической ситуации и возросшего давления на финансовый рынок. Он добавил, что принимаются меры для сокращения разрыва между текущими и целевыми ориентирами. То есть, снижение ставки можно ожидать лишь в случае замедления инфляции. По прогнозам, это произойдет не раньше конца следующего года. Другим темам. Сахарный ажиотаж уже в нескольких регионах. Давка в одном из супермаркетов попала на видео в Актау. А в Караганде, чтобы обеспечить порядок в торговых точках, реализаторы были вынуждены прибегнуть к помощи полицейских. Между тем, представители Акиматов утверждают, что запасы есть. Почему тогда складывается такая ситуация, выясняла Динара Дургалеева. В Караганде впервые успокаивать участников сахарной битвы пришлось полицейским. К такой мере сдерживания покупателей были вынуждены прибегнуть. Продавцы одного из городских супермаркетов посетители начали агрессивно бороться за справедливый доступ к сладкому песку. Со слов администратора было установлено о том, что покупатели товара сахара, некоторые взяли больше норм положенности и между ними были конфликты. Сотрудниками полиции проведена разъяснительная работа по недопущению конфликта. Ну а эти кадры были сняты в одном из супермаркетов Актау. Давкой за очереди на сахар попала на камеры очевидцев. Горожане выхватывали из рук друг друга дефицитный продукт. Да и цена на этот товар резко подскочила. Где-то его и по 700 тенге за килограмм продают, поэтому приходим в супермаркеты. Тут цены ниже, но очереди есть. Тут сахар по 440 тенге за килограмм продают. Говорят, цены социальные, но иногда его не бывает. После скандального видео в соцсетях местные власти сегодня дополнительно поставили в крупные торговые точки 37 тонн сахара. Его отпускают по 2 килограмма на человека. Это временная мера, которая обусловлена дефицитом этого продукта. На сегодняшний день запас сахара в регионе составляет 496 тонн. Из них 240 тонн у нас в стабилизационном фонде, остальное в сетях. Ежегодно именно в этот сезон с июля по сентябрь, середина, у нас идет повышенный спрос на сахар в связи с сезоном закрутки и именно с сезоном варенья. В стабилизационный фонд региона было закуплено 1000 тонн сахара с Тарасского завода. Около 400 тонн сахара было приобретено сетями с Куксусского завода. По словам специалистов, импорт сахара из России и Белоруссии приостановлен. Это вызвало его нехватку в магазинах Магисталской области. Мониторинговые группы ведут контроль и по ценам. Стоимость за килограмм социального товара не должна превышать 450 тенге. В ближайшее время через продовольственную корпорацию в регион прибудут 4 вагона с сахаром. Это больше 270 тонн сладкого продукта. Динара Нургалиева, Иоанна Чаус, Салам Адбикпаев, Актау Хабар, 24. Министерство сельского хозяйства опубликовало данные о запасах сахара в республике и мерах, принимаемых в рамках борьбы с его дефицитом. Чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка, отечественные заводы в июне произвели 38 тысяч тонн сладкого песка. В рамках квоты на беспошлиный ввоз из третьих стран импортировали еще 23,5 тысяч тонн. Однако сейчас в стране осталось не более 27 тысяч тонн. Чтобы в полной мере обеспечить казахстанцев, Минсельхоз распределил квоту на беспошлиный ввоз сахара и тростникового сырца в объеме 250 тысяч тонн и готов распределить квоту еще на 100 тысяч. Срок действия квот продлили до 31 октября. За обеспечением рынка сахаром следят четыре рабочие группы. В правительстве тем временем разработали план мероприятий для стабилизации ситуации. Он рассчитан на пять лет и включает в себя увеличение площадей, засеянных сахарной свеклой, строительство растительных сетей, модернизацию заводов, защиту внутреннего рынка и меры господдержки. К этому часу у нас все. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok